Приветствую всех, продолжаю записывать проводительные видео к своей подготовительной работе курсу Being a Leader, авторства Вернера Эрхарда, на который мы собираемся с русскоговорящими участниками в октябре 2019 года. Если вам интересно освоить, что такое способ быть, если вам интересно посмотреть на то, кем мы являемся на самом деле и как это увидеть, продолжайте смотреть это видео. Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, что курс устроен таким образом, что мы не работаем там с форматом знаний, инструкций, чего-то, что достаточно просто услышать, прочитать и применять впоследствии. Курс работает по металлогической модели, феноменологическому методу, что предполагает исследование того, как мы, будущее человеческими существами, проживаем каждый конкретный момент своей жизни, каждую конкретную ситуацию, столкновение с определенными обстоятельствами. То есть, кем мы являемся в каждый конкретный момент жизни. Говоря о дистинкциях курса, вводя вас в терминологию, я не призываю воспринимать это как некую безоговорочную правду. Дистинкции и термины курса нужны нам исключительно для того, чтобы открывать для себя, в своем собственном опыте, как происходит наше переживание, нашей собственной жизни, как мы действуем, кем мы являемся и что в результате происходит в нашей жизни. Когда мы говорим о способе быть, о том, кем мы являемся, мы говорим о том, что происходит с нами внутри. То есть, тот, кем я являюсь, мой способ быть в каждый конкретный момент времени – это то, что происходит со мной внутри. What's going on with me internally? А теперь посмотрим немного конкретнее на то, что имеется в виду под дистинкцией то, что происходит со мной внутри. Итак, то, что происходит со мной внутри, в курсе мы делим на четыре аспекта. И первое – это мое эмоциональное состояние. Второе – мое ментальное состояние. И под ментальным состоянием я имею в виду что-то вроде отношения к ситуации, что-то, как я к этому отношусь, хорошо, плохо, это позволительно, это непозволительно и так далее. Третьим пунктом мы смотрим на наши телесные ощущения. Это тоже относится к тому, что происходит с нами внутри. И четвертым пунктом мы смотрим на те мысли и на те мыслительные процессы, которые непрерывно происходят с нами. Вот этот постоянный поток появляющихся у нас мыслей. Итак, эмоциональное состояние, ментальное состояние, то есть отношение к телесным ощущениям, и мысли и мыслительные процессы, в которые также входит то, что называется воспоминание. Напомню, что материал курса и сам курс, он такой вот нефилософский, неразмышлятельный. Он направлен исключительно на то, чтобы открыть для себя, увидеть для себя, значит, то, что можно увидеть через эти дистинкции. И речь часто идет о том, что мы себя, свое вот это «я», в принципе, это нормально для человека, свое «я» мы идентифицируем с тем, что происходит с нами внутри. И можно увидеть, как это в языке проявляется. То есть мы часто говорим, я грустный, я несчастный, у меня все болит, всякое такое. То есть мы очень сильно привязываем свое вот это «я» к тому, что происходит с нами внутри. И опять же, все это легитимно, все это для людей нормально, но если мы хотим для себя открыть какой-то иной способ взаимодействия с жизнью, с людьми и с обстоятельствами, то попробуйте для себя просто отметить то, когда вы себя полностью идентифицируете, если вы привыкли считать, что «я и есть мои телесные ощущения», «я и есть мое тело», «я и есть то, что происходит со мной внутри», «я и есть мои мысли», «мои эмоции», либо когда вы начинаете смотреть на свой способ быть и на то, кем вы являетесь, как то, что происходит с вами внутри. Одно дело «я», другое дело то, что происходит со мной внутри. В качестве упражнения, в качестве практики попробуйте позамечать, что в каждый момент времени у вас появляются какие-то мысли, в каждый момент времени вы переживаете какие-то эмоции, в каждый момент времени присутствуют какие-то телесные ощущения и какое-то ментальное состояние, то есть отношение к ситуации. Поищите в своем опыте, как это выглядит, что это такое, как это конкретно. Когда мы говорим о способе быть в нормальном, привычном восприятии, мы думаем о чем-то постоянном, о чем-то неизменном. Мы часто себя характеризуем как бы на всю жизнь. Способ быть как дистинкция курса – это не что-то фиксированное. Опять же, обращаюсь к тому, как это проявляется в языке. Как вы обычно рассказываете о себе, что вы о себе говорите. Например, «я классный продавец» или «я не продавец», «я ответственный», «я эмоциональный» или «я подвижный человек», «я не усидчивый». И мы это часто воспринимаем, это проявляется для нас как некая константа, что так и есть, и иначе быть не может. В курсе мы экспериментируем через простое упражнение в языке и смотрим на то, как для нас проявляются эти характеристики, если мы их озвучиваем сначала. Вот так вот, «я не продавец» или «я ответственный», «я безответственный». И далее, то есть это индивидуально для каждого, каждому предлагаю какой-то небольшой такой списочек прям для себя прописать. И следующим шагом прописать то же самое через «мне случилось быть безответственным», «мне случилось быть не продавцом», «мне случилось быть подвижным человеком», «мне я такой-то», «мне случилось быть таким-то». И отметить для себя, сколько у вас свободы при раскладе «я такой-то» и при раскладе «мне случилось быть таким-то». тот кем мне случилось быть также является очень важной дистинкции это термин курса конструкция которая позволяет нам посмотреть на вот этот способ быть как на нечто что происходит в каждый момент времени кем я являюсь сейчас что происходит со мной внутри сейчас кем я являюсь что я говорю это кем я являюсь что я действую так а не иначе кем я являюсь что меня слушают кем я являюсь сейчас что меня не слушают кем я являюсь что в моей жизни происходит то что происходит я мой способ быть это то что происходит со мной внутри это мои телесные ощущения эмоциональные ощущения это мое ментальное состояние это мои мысли мыслительный процесс каково все это кем я сейчас являюсь что происходит то что происходит посмотрите на то как и что вы говорите о себе с позиции мне случилось быть безответственным посмотрите сколько свободы у вас появляется в том какой доступ у вас появляется к тому кем вы являетесь в каждый конкретный момент своей жизни говоря о способе быть о том кем мы являемся говоря о создании новых возможностей одно из высказываний вернора звучит так что никакой новой возможности за пределами того кем вам случилось быть нету до тех пор пока вы полностью не освоите то кем вы уже всегда являетесь уже всегда которая возникает в разговоре о слушании который будет отдельным блоком тоже такой важный момент и отслеживать в себе какие мысли уже всегда и меня присутствует в той или иной ситуации какие эмоции я уже всегда испытываю разговаривая с тем или иным человеком сталкиваясь с теми или иными обстоятельствами какое отношение у меня уже всегда есть к этой ситуации или к этому человеку и какие телесные ощущения у меня уже всегда присутствуют кем я уже всегда являюсь что происходит вот это в результате вот именно через это возможно вы увидите доступ к тому как создать новую возможность как может происходить нечто иное более желаемое прежде всего естественно необходимо разобраться с тем что есть с этим уже всегда я благодарю вас за то что вы посмотрели видео до конца возможно это было непросто и приглашаю вас вникать погружаться в материал посмотреть информацию о курсе ссылки в описании делиться своими обнаружениями делиться своими вопросами и создавать для себя ценность открывать для себя то что не было видно раньше и создавать новые возможности в своей жизни подписывайтесь на мой канал следите за обновлениями и я остаюсь на связи всем пока